По плану у меня было на этот месяц 300 тысяч рублей Ты заносишь сюда цифры какие-то, но непонятно откуда они приходят Значит у тебя должна быть вкладка оплаченные новые договоры, оплаченные повторные Это для того, чтобы привлечь Где у тебя сейчас больше проблемы в лифтгене или в продаже? Мы еще не оплачиваем, мы делали бесплатно Какие источники у тебя лифтгена сейчас работают? Ты по акведам, по всяким разным, по выручке, по прибыли Так, давай сейчас рассказывай По плану у меня было на этот месяц 300 тысяч рублей Выручка у меня составила 114,737 Почему не дожали? Ну, не хватило, не встретила я того идеального инвестора на встречах Но зато я встретила людей, которые готовы мне помочь В организации оффлайн мероприятий для сборов и для... Вот смотри, ты заносишь, у тебя есть... Ты можешь смотреть? Давай смотри на мои Ты заносишь сюда цифры какие-то, но непонятно откуда они приходят Вот это пожертвование в день, от кого у тебя плачут? Я их не отмечаю как новые, потому что это от компании Стальпро, которая меня жертвует ежемесячно Значит, у тебя должна быть вкладка оплаченные новые договоры, оплаченные там повторные или что-нибудь такое Но ты должна понимать... Повторные, да У тебя должно быть понимание по конверсии Какая у тебя конверсия из этапа в этап Для этого у тебя все должно считаться Хорошо, добавлю повторно Нам нужно понимать, сколько у нас пожертвователей У меня... Сколько пожертвований Какой средний чек на одно пожертвование Это есть Средний чек это в вкладке... Вот количество Должно быть здесь Вот Пожертвований на одного уникального два, уникальных 69 Вот Это я там с формулами играла Средний чек 2388 Вот это что такое? Вот это общая выручка, да? Да, да Это вот сколько вообще собрала, да? За это время А вот это что за цифра? Это вот 300, да, тысяч вот мне нужно было сделать Вот это значит, что мне нужно было 126 пожертвований А сколько сейчас пожертвований у тебя? Вот 162, но нужно понимать, что 162 это сначала, как я вот открыла То есть это вот... Я понял То есть при этом среднем чеке, чтобы сделать 300, тебе нужно 126 пожертвований таких? Да, вот на вот эту сумму С этим чеком Окей, отлично Хорошо, как это можно сделать? Вот, что сейчас... Что сейчас у нас проседает? То есть, что ты говоришь, что я все жду там идеального Какого-то... Не, я не жду, я действую Я прям действую Дело не в этом А что я жду там или действую, чтобы найти вот это вот принца-пожертвователя-мецената на белом коне Это уже сама по себе ошибка Потому что есть такой алгоритм бойся цифры 1 Вот у меня есть агентство маркетинговое, которое генерирует там миллион с лишним Но этот миллион с лишним завязан под одного клиента Ну то есть там 80%, 85% выручки агентства мне приходит от одного клиента большого И если этот клиент отвалится, нам пизда Все То есть мы, ну, по сути, компанией одного клиента сейчас стали Ну у нас там есть еще несколько маленьких, ну таких средненьких Но вот один прям большой И почему я люблю бизнес, связанный вот с фото-продакшеном Почему я сейчас в него даю больше фокуса, чем в маркетинговое агентство Потому что там супер диверсифицирован У нас там дохера клиентов Кто-то отвалится, ничего страшного Там кто-то не вернется, ничего страшного У нас там средний чек небольшой, клиентов дохерища Рынок огромный И он безопасный в этой точке зрения И нужно мыслить позициями количества Чтобы у тебя там, если кто-то уходит, кто-то отваливается Чтобы у тебя бизнес не страдал Я понимаю Вот я, что хотела для этого сейчас сделать Это я нашла девочку Вот со встреч как раз с нетворкинга Которая готова мне помочь организовать Два ивента Первый мы хотим сделать через две недели С минимальными финансовыми вложениями Давай это, это все историк Это для того, чтобы привлечь Какие у нас, вот есть три направления Это литген условно, когда мы вот ивенты и все такое Когда мы привлекаем потенциальных пожертвований Это продажи, когда у нас есть уже те, кто с нами общаются как-то И их просто нужно дожать, чтобы они перевели И это, но производства у тебя как такового нет, да? Нет производства, да То есть все, ты получил деньги И на этом уже сделка закончена Вот прикольно у тебя с производством Производство не ляжет за то при масштабировании Да, то есть я вот, ну если так Я позанимаюсь, получается, с литгеном Я сейчас хожу за встречи Где у тебя сейчас больше проблемы В литгене или в продажах? В литгене, потому что вот Все, объем лидов, хорошо Что, какие источники у тебя литгена сейчас работают? Нетворкинг И мы сейчас еще запустим, во-первых, в Инстаграм рекламу Через как раз вот эту девчонку, с которой я буду работать И еще у нас неплохо себя показала рассылка по почте Вот Неплохо это как? Ну, то есть там за 250 писем Да, мы пожертвовали где-то человек 8 Суммарно 10 И один стал постоянно Присылает там раз в неделю Там по 2000 То есть в принципе А по какой базе вы отправляли письма? Отправляли по моей старой, которая у меня была И чуть-чуть начали вот ту, которую я присылал То есть получается у тебя конверсия 3% В оплату с рассылки Мы еще не оплачиваем, мы делали бесплатную пока рассылку Нет, в оплату с рассылки Вот ты рассылку сделала, 250 сообщений отправила Получила 8 меценатов Это 3% конверсия Среднебольничная конверсия по рассылкам 1% То есть у тебя конверсия очень крутая Три раза больше средней Давай масштабировать этот источник Хорошо, да Вот у тебя, смотри, у тебя есть, значит, рассылки У тебя есть ивенты, что работает, да? Есть еще какие-то источники Литгена? Пока, пока все Ну давай вот эти вот пробовать масштабировать Их это А зачем тебе найм? Просто так сложились пока обстоятельства, что фонд мне не приносит средства А куда в найм выходишь? А? Куда в найм? Я, пока вот меня рассматривают предложение, хорошо сделали в рекламном агентстве Фейсес называется У меня сегодня сейчас 2 часа собеседования вместо 30 минут 2 часа собеседования кто-то проводит? Я общалась с РОПом, потом руководитель пришел Ладно, все, все не рассказывает, наше время идет Окей, хорошо, значит, смотри 2 источника Литгена, в какой сейчас будем бить? Во-первых, я сейчас приду домой, в Юнисент оплачу рассылку на 4000 лот Напиши, пользуйся Thunderbird сервисом Да, он, по-моему, вообще бесплатный Короче, возьми у меня контакт и технологию У нас же есть технология рассылок, мы на этом собаку съели Мы чемпионы по email рассылкам, лучшие в России Хорошо У меня есть человек, который тебе расскажет технологию Там есть даже видео именно по email рассылкам То есть Telegram рассылки, WhatsApp рассылки, мы там лохи полные Сами у подрядчиков заказываем А вот в email рассылках мы умеем Потому что в агентство у нас это единственный источник Литгена был На протяжении, вот, ну, с войны, когда началась война С момента с этого мы только на рассылках Мы их там 4 месяца ставили и потом научились Ты берешь, короче, вакансию на ХХ, выкладываешь Генерируешь 1500 стажеров Выводишь себе несколько стажеров Сажаешь их, чтобы они у тебя делали рассылки Отправляешь по 5000 сообщений в день Через этот Thunderbird С конверсией 3% Их ставишь на процент от вот этих пожертвований Вот тебе изи катка Давай тогда Попробую Начать Как мы тебе главное действие это поставим Чтобы оно было уже такое, чтобы ты пришла с результатом Давай так, поставить И Поставить систему Рассылок И отправить Тебе еще базу нужно будет купить? Базу можешь купить либо на Quark Там разово можно купить Либо можно купить Ну, это потом, когда подрастешь Вот мы покупаем подписку на Контур Компас Она стоит где-то 100 тысяч На год Там каждый месяц ты можешь выгружать По 14 тысяч этих контактов Но там ты их можешь фильтровать То есть это прям верифицированные контакты По акведам Там по всяким разным По выручке, по прибыли Там у тебя гендиры Всякие бухгалтера будут И так далее И ты к ним идешь С душепительным сообщением Так, поставить систему рассылок И отправить Сколько ты отправишь сообщений? Ну, вообще хотели сделать рассылку на 4 тысячи Давай на 10 попробуем 10 тысяч Попробуй Возможно получится у тебя Потому что Unisender Он будет Если ты по холодной базе Он тебя будет банить Я хотела купить Чтобы не банил Типа с ними заключиться Они будут Ты будешь отправлять сообщения Они будут Откуда у вас база взялась? Это ваши Это люди давали согласие на рассылку? Серьезно? Да, и они тебя будут банить Они тебе могут забанить аккаунт И даже им похер Мы оплачивали Unisender И они нам Типа нам насрать Мы вам еще деньги не вернем Вы спамеры Ебучие Ну, во всяком случае По моему опыту это так Ладно, хорошо Я говорю Ну, как бы А что? Крыть нечем Давай до этого Вопросы Ну и по ивентам Там уже сама разберешься Это да Ходи, выполняй копы Здесь тоже планфакт поставь Мне напиши Я тебе там технологию Планфактную таблицу Видео скину Все это дело запрототипируешь тебе Себе И будет тебе счастье Да, да Мне от тебя очень По сути ничего сложного нет Только дожми меня Вопрос? Да, вроде пока что все В этом ритме Хорошо Ответственность Терри У тебя есть какая-то? Нет С наймом еще Мне кажется И с фондом Я просто нет Не вывезу Я просто могу взять И сказать, что я молодец И не вывезти И просто подвезти Поэтому Бери что-нибудь А ты на какой позиции устраиваешься? На аккаунта Аккаунт-канеджер? Ну, чтобы логично Сколько там оклад тебе предлагают? 80 80 фикс и проценты какие-то, да? Да Ладно А у тебя есть опыт в аккаунтинге? Да Мне аккаунт в агентстве тоже нужен Я развивала франчайзинг гигантский, федеральный Вот И в принципе везде с B2B В своих профессиях работала Могу тебе свой резюме скинуть Скинь Скинь Да Я, конечно, на оклад не плачу Я плачу процент Но у меня аккаунт зарабатывает 150 Ну, это аккаунт-директор, правда Да Маленький нюанс Но это без оклада Он чисто на проценте херачит Ладно Спасибо